Работа общественного транспорта вызывает много нареканий у жителей областного центра. В частности, Тараса жалуется на сбой в графике движения маршрутов, техническое и эстетическое состояние автобусов. Решение этих и других копившихся годами проблем в данной сфере было рассмотрено на совещании по председательствам Акима области Бердибека Сапарбаева. Глава региона подчеркнул, что в последние дни резко усилилось недовольство граждан работы общественного транспорта, о чём можно судить по комментариям в социальных сетях. И на это есть все основания. К примеру, 23 марта по улицам Тараса курсировала лишь десятая часть автобусов. Нельзя допустить, что к существующим проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией, наше население испытывало неудобства с транспортом. Тем более, что претензий к автопаркам достаточно как по соблюдению графика работы, так и по уровню дисциплины кондукторов и чистоты салонов. С другой стороны, есть вопрос и по поддержке перевозчиков в сложившихся условиях. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Бахаджана Жанебекова, в области работает 29 перевозчиков на 200 маршрутах, эксплуатирующих более 1300 автобусов, многие из которых старые. Непосредственно в Таразе работает 10 перевозчиков по 43 маршрутам. Сотрудники управления в течение трёх месяцев проводили хронометраж и пришли к выводу, что стоимость проезда должна быть 127 тенге. Глава региона поставил под сомнение методологию расчёта и напомнил, что такого тарифа нет ни в одном городе Казахстана. По его мнению, надо начинать с того, какие пути оптимизации расходов есть у самих перевозчиков. Акимат города не проводит должного контроля за работой общественного транспорта, а отсутствие современных автобусов не позволяет пользоваться пассажирским транспортом людям с ограниченными возможностями. Руководитель одной из крупнейших компаний ТО «Аулиата Транспас» Рашид Перманов заверил Акиму области, что подобного транспортного коллапса больше не повторится и поднял вопрос субсидирования пассажирских перевозок. Глава региона не исключил возможности выделения субсидий, но вопрос будет решаться поэтапно и с учётом возможности бюджета. Кроме того, он дал поручение ответственным лицам проанализировать эффективность каждого маршрута для снижения социальной напряжённости, предусмотреть выделение в одной связке рентабельных и убыточных маршрутов, внедрить на улицах города систему «Сергек», провести переговоры с производителями дизельного топлива по поводу его низкого качества. Для выработки предложений Бердебех Сапарбаев дал срок до 6 апреля, после чего необходимо будет принять оптимальное решение. Кулеш Умурзакыва, Хан Абилхайер, Семсем Ньюз.